Тэдэнтэн, друзья, с вами Схема Фэрэйдж. Это 24 выпуск эпичных моментов Battlefield. Хотим напомнить, что эта рубрика существует только благодаря вам, ведь именно из ваших моментов мы делаем новые выпуски ТОП-5. Поэтому обязательно присылайте нам свои классные моменты. Чем больше ваших моментов, тем больше выпусков. Ссылочка куда и как в описании. Поехали! Начнем с победителя прошлого выпуска. Скакун Антон 14062001. Миша, Скакун это конь, а Антон в данный момент всадник. Сделает смертной дороги первому и врывается сразу в 20 человек и делает просто фантастический минус. Напоминаем, что победителей определяете вы. А свой голос можно отдать на видеокурсор в правый верхний угол этого видео. Кандидат номер один, Смаф Гост. Этот человек, по-моему, там с линейкой сидел, высчитывал что-то, выстрелил. Оно летит, летит, летит. Летит и попадает. Это называется точное прицеливание с помощью штангенциркуля. Не, ну это локишот. Я не верю, что это эпик просто. Это эпичный локишот. Это не локишот. Парень стрелял в него. Парень выцеливал его и парень попал в него. А локишот это когда ты стреляешь в небо, а там парень случайно пролетает и умирает под твоим снарядом. Но в любом случае это было круто. Ребята, а вы что думаете об этом? Это был локишот или скиллшот? Пишите свое мнение в комментариях. Кандидат номер два, Бильбасагенс. Рвется на своем уазике в толпу команды вражеской, которая бежит только что с респы. То есть, да, с респы, смотрите, что он вытворяет. Он просто давит всю вражескую команду, как пока она выбегала с базы. Это было эпично. Парень просто реально превратился в ходящую мясорубку. Мясорубку на колеса. Кармагеддон такой, какой он и должен быть. Бильбасагенс, кандидат номер два. Кандидат номер три, Нарсултан. И сейчас вы наблюдаете за медленной съемкой. И сейчас попадание, попадание. Гоу! Гоу! Нарсултан взбил этот самолет. Вы только что смотрели за медленную съемку. И красивейшее попадание этого пропилота. Нарсултан, кандидат номер три. Миш, на этом не заканчивается. Он взял вертолет и сбил еще самолет с помощью ПТ-ракеты. ПТ-ракеты, да. Это было все сделано на ПС-4. О, май гад! Боже мой! Ну, Русултан, это было круто. Кандидат номер четыре, Норд Флейм. И предлагаем посмотреть этот киллстрик просто под хорошую музыку. Потому что здесь никакие комментарии не нужны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова И да, ребят, мы тут пока с Мишей смотрели этот момент, сбились пару-тройку раз со счета. И не смогли посчитать, сколько фрагов наш герой здесь настрелял. Поэтому предлагаем вам посчитать их самим и написать правильный ответ в комментариях. Ну, это был Норд Флейм. Кандидат номер... Сколько там? Номер... Я и даже здесь сбился за счетом. Даже здесь, да. Номер четыре, Норд Флейм. Да, но это было красиво, и это было чертовски хорошее сечение обстоятельств. Кандидат номер пять, Пионер. Врывается на точку ДСМП. И пока ничего не предвещает ни победы, ни беды, находит мотоцикл и устремляется на нем. И по нему сразу обстрел влетает и начинает мясорубку. Раз. Два. О боже. Потому что у него залетал, когда у него было меньше двадцати хп. Ну, отрегенился. У него, видимо, конверт. Когда он убивает кого-то, у него это конвертируется в жизни. Лай-лайф стил. Да-да-да, посмотри, что он вытворяет, сколько народу он положил. Просто красава. Еще кого-нибудь, наверное, убьет. Да, чувак просто подобрал МП-шку с вампирик Аурой. И нагнул всех. Да. Пионер. Кандидат номер пять. Это был двадцать четвертый выпуск эпичных моментов Battlefield. Обязательно дайте свой голос за того, кто больше понравился. И присылайте свои моменты в наш ТОП. Ссылка куда и как в описании. Всем душевного фана и безумного эпика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok